Всем привет, с вами Дэн и, как и обещал, полноценный обзор по часам, которые я купил в Японии не так давно и заказал их ZenMarket. Это, конечно же, CitizenTsuno и это Koi, или, ну, по крайней мере, я считаю, что этот бренд нужно называть Koi. Короче, вот они у нас, два пакетика, и я думаю, что вот, в принципе, знаете, я вот когда положил их на стол сейчас, да, в студии, я даже сразу понял, что даже по упаковке это уже сразу понятно, что это Япония, потому что, ну, в принципе, никто, наверное, ни из Швейцарии, ни из Германии, тем более, да, ни из России, ни покой, часы, вот как-то вот, вот это, вот прям все это крайне необычно. Давайте, наверное, начнем с CitizenTsuno и потом перейдем к Koi. Вот именно внутрияпонские часы, это, наверное, что-то совсем такое из ряда вон выходящее, это не похоже на то, что продается ни в Европе, да, ни в России, ни в США, и мне кажется, что именно эти часы и именно эти бренды заслуживают особенного внимания. Что касается того, как я их купил, я, в принципе, уже при распаковке, при анбоксинге об этом рассказывал, но я купил их в Японии на Rakuten, на площадке, ссылки все это оставлю в описании, в который раз, в описании к ролику, да, в который раз я воспользовался услугами ZenMarket, это сервис покупки и доставки из Японии. ZenMarket это площадка, да, которая позволяет выбрать и заказывать часы не только с Yahoo и Rakuten, но и с, например, Amazon японского, да, из японских интернет-магазинов. Причем у них есть русскоязычная поддержка, и это важно, потому что, например, когда мы заказываем часы, нужно обязательно уточнять, например, что это новые часы, это БУ-часы, там, и проверять продавца. Я этим время от времени пользуюсь. Можно выбирать тип доставки, можно выбирать, там, страховку, страховать или не страховать. Я всегда пользовался морем, потому что это дешевле, ну, хотя достаточно долго, но в последнее время японцы вообще обрезали эту возможность доставки морем и логистические ограничения, ну, сами знаете, да, в связи с вирусом, у них очень строго это. Короче говоря, с января 22-го года, по сути, ее приостановили, и у них появилась новая доставка, это Сберлогистика, я никогда ей не пользовался нигде и ни в каком виде, решил попробовать, да, потому что, ну, по сути дела, выбора-то нет. Я думаю, ладно, экспресс-доставка, окей, давайте попробуем, и это, конечно, бомба, потому что за 4 дня она пришла из Японии в Россию, не просто в Россию, да, там, куда-то там на таможне, она уже у меня дома была за 4 дня, и это рекорд, как мне кажется, потому что даже вот экспресс-службы типа US или FedEx мне так быстро не доставляли. Причем, как мне кажется, что здесь есть еще один важный плюс по Сберлогистике, конечно, наверное, это звучит как некая реклама, я не знаю, что будет с ней дальше, но, по крайней мере, в тот момент, когда я ей воспользовался, это не нужно было никакие там особенные формы заполнять, не нужно было инвойсы прикреплять, нужно было просто оплатить пошлину, и все, и все. Я, честно говоря, я реально в шоке, потому что вот у меня с UPS, я обычно UPS-ом пользуюсь, вот когда там из США там доставляю, это просто жесть, да, в плане цены, в плане вот этого бесконечного геморроя, предоставления всяких этих данных, и, ну, часы выходят, ну, золотые, обычно. С Японией, вот, то, что делалось Сберлогистика, по крайней мере, на момент выхода этого ролика, это, конечно, это фантастика. Причем важно, конечно, что в Японии можно взять не только японские часы, но, конечно, в первую очередь, я рекомендую смотреть что-нибудь внутрияпонское, редкое и недоступное нам здесь, но, тем не менее, там можно взять и швейцарские часы, и можно взять какие-то товары, ну, и так далее. Вот. Что касается цен. Что касается цен. Значит, Citizen Bullhead, да, от Суна, мне обошлись примерно в 18 тысяч рублей или 26 тысяч 400 йен. Что касается Куэй, это механика, модель 9002, 28 800 йен, примерно тоже 20 тысяч рублей. Стоимость доставки. Стоимость доставки. Если кто-то пользовался когда-либо экспресс-курьером, напишите в комментарии, сколько это вам стоило. Я даже не буду озвучить, сколько мне стоит обычный UPS, да, из США, например, доставить. Короче, здесь вот эти двое часов доставка была 2450 йен, примерно 1650 рублей. Ну, у меня нет комментариев. Реально. Реально. Так, я, значит, Куэй пока отложу в сторону, чуть попозже. Давайте начнем, собственно, с Citizen Tsun Bullhead. Они в России не продаются, это модель для внутрияпонского рынка. Видел только у перекупов на Авито, где-то, ну, раза в два дешевле обычно. Куэй найти вообще в России даже не надейтесь. Короче, Citizen Tsun Bullhead я делал распаковку, но сейчас хочу более детально вам это показать. Японцы, конечно, люди странные, потому что вот у них даже вот продавец Record Label, он какой-то пакетик свой необычный придумал, и он придумал свою упаковку необычную. Почему-то у них нет коробки от Citizen оригинальной, при том, что это, естественно, новые часы. Но, честно говоря, вот такая вот упаковка, она даже более прикольная. И с учетом того, что часы я брал в подарок, мне кажется, это вообще класс, потому что, ну, вот реально видно, что ты купил часы где-то вообще непонятно где, это Япония, да. Потому что все вот гарантии, какие-то карточки, все на японском, упаковка какая-то прям. Упаковка реально как такая вот какого-нибудь там, не знаю, 18 века из Японии на вот этой вот на шнурке Record Label. Вот это вот все реально, блин, это крайне необычно. Слушайте, ну, они, на самом деле, японцы, в принципе, это до сих пор даже что-то совершенно отличное от всех других стран. И в плане презентации часов, в плане вот какой-то некого упаковки, это все не похоже на то, что вы обычно получаете. И это прикольно, потому что ты понимаешь, что ты купил часы не в соседнем супермаркете, условно, а это что-то вот такое необычное. И мне кажется, это вот часть такого японского флера. Это реально здорово. И Citizen Bullhead или Цуна, как его называют в Японии, они не продаются, не знаю, по каким причинам в Европе, не продаются в России официально. Короче, модель меня заинтересовала в первую очередь, естественно, наверное, после того, как я ее заметил в фильме Квентина Тарантино однажды в Голливуде, и, ну, естественно, не конкретная модель, безусловно, часы Citizen Bullhead носил Клифф Бут, которого сыграл Брэд Питт. У него был золотистый хронограф Citizen Challenge Timer 1973 года, и там определенный гэг даже с этими часами был связан. Ну, не суть, да? Часы в стиле Bullhead были, в принципе, популярны в 70-х. Выпускали с большим количеством производителей, там разные производители делали свои часы, и японцы, там швейцарцы и так далее. И Bullhead мы их назвали за схожей с рогатой бычьей головой. Ну, вот как вы видите, такой бык, да? Получается у нас кнопки хронографа и основная заводная головка. Ну, японцы эти часы назвали по-своему Цуна, Хрона, то есть рогатой хронограф. То есть ничего связанного с цунами здесь нет, здесь именно вот со словом рога. Неудивительно, что на волне успеха и фильма, и роста популярности винтажных часов Citizen решил переиздать культовую модель для внутреннего японского рынка, и, понятное дело, что энтузиасты его распространяли на другие рынки. И да, теперь, конечно, на кварце, но зато и цена доступная. Это, в целом, немаловажно, потому что, согласитесь, механический хрон был бы значительно дороже. А так, вот, как я вам уже рассказал, что примерно 20 тысяч рублей, и у вас часы в легендарном стиле. И да, можно, конечно, поискать модели 70-х, но в достойном состоянии на рынке их практически нет. Я, честно говоря, сам поискал, посмотрел. Там, как правило, это все настолько убитое, что, как бы, да ну его нафиг. Либо, если часы в идеале, то это прям уже невероятная цена. Citizen в целом постарался максимально близко сохранить оригинальный дизайн и геометрию корпуса, а также браслет они даже воссоздали. Браслет здесь для поклонников прям суперкуртых браслетов. Это, конечно, не совсем то, потому что это штамповка. Это штамповка, но именно если вам хочется такой вот стиль 70-х, такой тоненький, невесомый браслет, то почему бы нет? Да, с одной стороны он штампованный, но он сделан очень-очень даже прилично. То есть вот какого-то вот ощущения того, что это какая-то прям дешевая фигнюшка, здесь вот точно нет. То есть, да, наверное, если вы привыкли к каким-то дорогущим браслетам, может быть, для вас это будет некоторым роде шоком, но я вам скажу так, браслет неплох. Браслет неплох, во-первых. Во-вторых, он реально воссоздает исторический браслет, и, ну вот, хочется винтажика, да. Я думаю, что вас именно такой браслет в целом порадует. У него неплохая отделка, он качественно сделан, и даже несмотря на то, что это штамповка, вот прям, беря его в руки, я бы не сказал, что это прям какой-то дешевый, противный и позорный браслет. Вот нет такого ощущения. Удивительно, но действительно вот такого ощущения нет. Механизм, в отличие от исторического предка, здесь, конечно же, кварцевый. Здесь стоит Miota, OS-10, и заявленная точность здесь плюс-минус 2 секунд в месяц, а срок батарейки около двух лет. Ну, естественно, часы, которые вот 70-х годов, они были механикой. Что касается корпуса и браслета, то здесь он выполнен из стали, и по поводу диаметра, давайте сразу посмотрим. Здесь примерно 38 миллиметров по диаметру, по высоте здесь не самая маленькая высота, с учетом того, что стекло выпуклое, 12 миллиметров. По браслету в его максимальной части у нас 17,5 примерно, да, ну, то есть, где-то, наверное, даже ближе к 18. Получится и от ушка до ушка здесь 42. Винтажные весьма размеры. Так, ну что, вот на моем запястье 18,5 сантиметров в обхвате, небольшие часы, винтажные, головки здесь, да, рогатые, но при этом, как видите, они не будут мешаться, особенно не будут мешаться, потому что если у вас, ну, запястье как мое, либо чуть меньше, там, может быть, на полсантиметра, может быть, даже на сантиметр, то, ну, особо это ни за что хвататься, дергаться не будет. Я думаю, что достаточно неплохо все. При этом сразу видно, что это винтаж, часы небольшие, браслет тоненький, пухленький такие, при этом у нас рога тут, опять же, имеется, ну, слушайте, реально винтажный вид. При этом, кстати говоря, вариантов этих Ситизенов достаточно много, там есть и панда, там есть разные цвета, ну, вот я конкретно нашел вот эту вот версию, и она мне нравится. Черный, матовый черный с оранжевым, выглядит прикольно, выглядит винтажно, маленькие, аккуратные часы, и здесь есть, наверное, вот все элементы именно 70-х. И даже по большому счету, с учетом того, что, ну, кварцевый, собственно, кризис или кварцевая революция, она была примерно, опять же, в то же время, здесь это в целом даже в тему подходит. Корпус такой пухленький здесь, да, браслет-штамповочка, смотрится винтажно, хотя, может быть, отчасти простовато, но с другой стороны его, кстати, удобно подстраивать под размер запястья, потому что вы его можете вот так вот здесь достаточно легко передвигать по браслету, и сколько у вас запястья есть, настолько браслет можно подвинуться. Это реально удобно, и это реально здорово. Что касается водозащиты, здесь 50 метров, то есть душ, здесь, собственно, под дождь можно попасть, ничего такого страшного не будет. Если мы будем говорить в плане отделки корпуса или браслета, здесь, конечно, не ждите какого-то там космической отделки, но при этом за свою цену здесь весьма и весьма все прилично исполнено. Это касается и циферблата, и корпуса, и ранта, который здесь с таким черным напылением, очень даже все приятно исполнено. То есть часы явно не выглядят дешево. И, наверное, самое главное, это то, что здесь часы реально классно передают до 70-х, он лезет изо всех щелей, несмотря на то, что здесь кварц. Сейчас я доволен. То есть модель очень приятная для таких, наверное, особых случаев. По-моему, это здорово, и это весьма и весьма вкусно. В конце ролика посмотрим макро-видео, подведем итоги. А давайте теперь уже перейдем к следующей модели, которую я вам хотел сегодня показать. Это Koi. Так, вот она в таком холстеном, да, мешочке, собственно, есть. Ну, давайте смотреть. В такой вот коробочке, как, на самом деле, как фэшн-бренд, наверное, да, в таких коробках часы, не часы, точнее, а какие-то вещи там типа ремней обычно предлагают. А здесь у нас Koi, японский бренд. Давайте я эти часы сейчас сначала вытащу. Ремешочек еще. И покажу вам, что есть в коробочке в комплекте. А в комплекте у нас есть вот такие вот всякие вот карточки, которые вообще непонятно, как тут японский язык. Кроме сайта, вот koi.gp.com, их почта, ну или вот сайт этой компании. И у нас здесь есть еще мануальчик. Здесь, конечно же, тоже все. Гарантийная карточка не заполнена. Все на японском. В общем, нам, так сказать, здесь разобраться невозможно. Можно, конечно, прибегнуть к каким-нибудь переводчикам, но я думаю, что с учетом того, что здесь часы механика, вряд ли мы не разберемся с этой моделью. Итак, почему я вообще, в принципе, решил попробовать Koi? Ну, во-первых, конечно же, я почитал, как и многие из вас, статью, собственно, Константина на сайте GetaTru. И понял, надо. Я ее оставлю в ссылке к описанию. Рекомендую почитать. Koi это молодой японский часовой бренд из Kyoto, который создан был в 2020 году. И дизайнер и основатель бренда Учимура, большой поклонник винтажного стиля и классики. И он придерживается такого выборного пути, ретро-стилистики. И ни одни из часов марки не превышают размер по корпусу, по диаметру 35 миллиметров. Это вот как раз то, что я хотел попробовать. Я, в принципе, наверное, не сказать, что вот обычно в таких диаметрах как-то существую и пробую. Вот было интересно взять что-то новое и достаточно доступное по цене из Японии, и не заезженное, со своим каким-то позиционированием. И Koi, как мне кажется, это вот именно то, что мне было интересно. Такое неизвестное, редкое и прям именно японское. Выпускаются эти часы как на кварце, так и на механике. И в данном случае я выбрал именно механику. Ну, раз уж мы с вами заговорили про 35 миллиметров, пожалуйста, вот они тут 35. И по высоте, с учетом того, что здесь очень выпуклое стекло, 13, без стекла, я думаю, здесь, наверное, миллиметров будет 9. Да, где-то 9. По ремешку 18. И от ушка до ушка здесь 41,5. Значит, здесь, в данном случае, эти часы – это коллекция Old Smith 90-002. У нее стандартная внутри рабочая японская лошадка Seiko NH35A. И эти часы выполнены в стиле такой британской военной классики 40-х, 60-х, ну, начало 60-х годов. В принципе, если бы эти часы были выпущены именно в этот период, я думаю, что никто бы не удивился. Потому что, ну, по сути дела, здесь полностью они следуют всем канонам. Во-первых, размеры. Во-вторых, вот куполообразное такое минеральное стекло здесь. Да, размер ремешка, опять же. Но при этом здесь водозащита вполне себе современные взрослые 100 метров. То есть, это достаточно для того, чтобы, например, в них плавать. Я выбрал версию с циферблатом типа слоновая кость. Там есть несколько циферблатов, в том числе черная. Но мне кажется, слоновая кость, они наиболее такие винтажные. И какие-то вот такие вкусные. Мне кажется, они наиболее теплыми, может быть. Есть еще зеленый, кстати, да, черный. Ну, вот, то есть, вот, ссылку оставлю в описании. Если интересно, то обязательно посмотрите. Мне кажется, слоновая прям винтажик такой, да. У циферблата такая матовая и мелкозернистая поверхность. Я думаю, на макро-видео будет лучше немножко видно. Накладные арабские метки. Минутная разметка в стиле железной дороги. И стрелки, мечи. И причем они все покрыты швейцарской суперлюминовой. Плюс метки у нас по циферблату. И что интересно, несмотря на то, что цена достаточно доступная здесь. Особенно для японских часов и сделанных именно в Японии, а не где-нибудь там в Азии. Здесь на высоком уровне и отделка циферблата, и отделка по корпусу. Корпус здесь с зеркальной полировкой. Это на самом деле приятно. Я, честно говоря, не ожидал. Я думал, что это будет прям дешевое по корпусу. Ну, нет, нет. Ребята здесь постарались. Причем здесь, видите, made in Japan. Это прям крутяк. Плюс, смотрите, видите, здесь система быстрой замены ремешка. Тут натовские ремешки в базе идут. Но если вы какой-то ремешок захотите здесь использовать, то, пожалуйста, вот можно его быстро менять. Причем в комплекте еще идет черный, опять же, натовский ремешок. Ремешок, в принципе, он делает часы чуть более строгие. Мне кажется, вот этот вот зеленый, такой немножко оливковый, да, цвет, он поприкольнее именно как база. Но вообще, наверное, именно эти часы, они хотят, прям просят, требуют здесь какой-нибудь кожаный ремешок. И обязательно попробуют что-нибудь черное. Может быть, такое тоже светло-зеленое или оливковое, например. И здесь я рад. Здесь куча цветов, которые можно попробовать именно с этими часами. Но даже вот вне вот контекста всей этой отделки, всей вот этой предыстории, наверное, главное это то, какие эмоции вызывают эти часы. Они такие теплые, они душевные. И в целом не хочется их вот даже снимать с запястья. Как классика, это просто шикарный вариант. И прекрасная альтернатива, например, ну, в том числе, например, под надоешим арен бомбина, потому что, ну, вот они везде, да. А вот этих часов вообще нигде нет. Да и даже, наверное, не с арен бомбина, скорее, стоит сравнивать, а с какими-нибудь именно вот такими попытками воссоздать именно часы 40-х, 50-х, вот в милитарий стиле, в полевом стиле. И здесь, как мне кажется, прям вот реально правильно и все очень здорово воссоздано и в правильных и пропорциях, и в правильном циферблате. Ну, просто супер. И что интересно, такая марка, это вот всегда прекрасный повод поболтать о часах, наверное, с таким же часовым фанатом, да, как вы, да, как обладатель этих часов. А что может быть еще более интересного? Так, давайте посмотрим на Кои. Вот здесь я как раз говорил про фактуру циферблата, накладные цифры. Сделано в Японии, железная дорога, киото, заводная головка, ну и, собственно, задняя крышка здесь достаточно простая. И вот он у нас, Ситезен Суна. Вот они, наши рога. Браслет, ну и японский механизм и сборка в Китае, ну, как, собственно, большинство недорогих японских часов. Ну что, у нас на самом деле часы не так уж и сильно различаются по размеру, причем один кварц, другой механика, и при этом и одни, и вторые. Это, конечно же, хорошо узнаваемый винтажный стиль, который сейчас популярен как никогда. Я думаю, что и одна, и вторая версия, конечно же, найдут своих покупателей, своих ценителей, своих любителей. И здесь, если Ситезен, это у нас такой международный, очень популярный и большой бренд, то Кои, и это такая вот начинающая и доступная японская компания. В каком-то мере это микробренд, конечно же. Но я думаю, что в чем-то они похожи в том, что они следуют канонам винтажных часов, и размерам, и их стилистике. И причем качество, и одних и вторых часов, они, как мне кажется, превосходят свою цену. Пишите, как вам эти модели, что-нибудь еще редко из Японии привезти и показать. Обязательно напишите в комментарии. Я на этом с вами прощаюсь. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся. Ссылки на эти модели, конечно же, в описании к роликам. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok